Я очень благодарен всем надзорным органам, прокуратуре, которые с вами реагируют и надзорные органы, и правоохранительные органы, которые борются с этой проблемой. Но она существует. В 2018 году зафиксирован рост преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. На 26% больше 2017 года. 85% связано с наркозбытом. В суд направлено 104 уголовных дела в прошлом году и уже 26 в этом. Эту статистику озвучили на заседании антинаркотической комиссии городского округа. Отмечены тревожные тенденции. В сводках все чаще фигурируют славянские фамилии, тогда как раньше проблемы создавали преимущественно мигранты. Особую озабоченность вызывает резкий рост количества надписей с рекламой зелья. За прошлый год было всего 19 сигналов от жителей, а за три неполных месяца этого уже больше 50. Специалисты пытаются понять причины. По незаконному распространению наркотических средств, телефону и все прочее, я попросил ДМВД тоже сконцентрироваться на этом. У вас тем более есть подразделение, которое может по этому вопросу эффективно поработать. А вот что было отмечено положительно, так это эффективность камер наружного видеонаблюдения системы «Безопасный регион». В 2018 году, благодаря наружным видеокамерам, была установлена гражданка, в отношении которой, ну, прямо на видео было видно, как она что-то скинула в кусты, после чего два по визуальным признакам наркозависимых лица подобрали, и это вызвало определенный оперативный интерес. Соответственно, потом в ходе оперативных мероприятий данная гражданка была задержана. Глава городского округа Алексей Валов подчеркнул, что на созданных в городе новых общественных пространствах, которые полностью просматриваются видеокамерами, случаев наркоторговли или употребления наркотиков нет вообще. В то же время опасность представляют заброшенные здания. У них, как правило, есть собственники, причем часто это федеральные структуры. Но за своими объектами они не следят. Речь, в частности, о бывшем медвотрезвителе в Щелкове, бане в микрорайоне Бахчеванджи, бывшем ДК «Химик». Чем больше мы создаем общественных пространств, чем больше мы молодежь выводим на свет, тем меньше все-таки происходит употребление наркотиков. И они ищут именно те места, где все это скрыто от внешнего контроля, от наших видеокамер. Глава попросил от имени антинаркотической комиссии обратиться в прокуратуру с просьбой принять меры прокурорского реагирования к собственникам брошенных зданий, а полицию включить потенциально опасные объекты в маршруты патрулирования. На заседании комиссии также обсудили работу по раннему выявлению потребителей наркотических и психотропных средств, которые проводят школы, а также молодежные объединения и спортивные клубы, вовлекая ребят в свои ряды. Ирина Микеда, Станислав Беляев, телерадиокомпания «Щелково». Продолжение следует...